Здравствуйте, дорогие телезрители! Давайте побеседуем с вами о Храме Божьем. Вообще, одной из сквозных и неожиданных и новых мыслей христианской веры является то, что, скажем так, храма как бы и нет. Вот. Храм был у всех. Он был у иудеев. Сначала это была скиния, переносной шатер, потом это был уже стационарный храм в Иерусалиме. Храмы были у язычников, святилища, капища, в которых приносились жертвы богам, в которых веровали язычники. А в христианстве Господь на вопрос, а где законное место храма, которое когда-то ему задала женщина-самарянка, Он ответил, не на этой горе и не на той имелось в виду самарийская гора Горизим и иудейская храм в Иерусалиме. На горе Мария или на Сионе. Не на этом месте, не на том. Но Бог есть Дух и ищет поклонников в Духе истине. Эта идея вдохновляла ранних христиан. У них не было своих храмов. Появилось еще одно восприятие, которое сказал апостол Павел, тела ваши суть храм Духа Святого, живущего в вас. То есть каждый христианин — это храм, в котором обитает Бог. Что такое храм? Храм — это дом Божий. Это место пребывания Бога. Поэтому, кстати, что у язычников и что в ветхозаветном храме сам по себе храм — это не было место, где находился народ. Туда входил только священник, жрец. И совершал там определенные священнодействия. Народ стоял во дворе. Потому что храм был не местом для молящихся, а храм был обиталищем Бога. Господь Иисус не дает нам заповеди строить храмы. Даже говорит, что Бог есть Дух и теперь везде. Устами апостолов раскрывается мысль, что сам человек и есть храм, жилище Бога. Можно сказать, что практически три века — это была такая движущая сила именно христиан. Они поклонялись незримому Богу, и они не были связаны определенными местами поклонения. Но уже в конце третьего века христианство весьма распространено. Население многих городов уже в большинстве своем состоит из христиан. А когда прекращаются гонения благодаря императору Константину, императору Римской империи, и христианству сначала дается свобода, а потом достаточно быстро оно становится религией империи, то тут начинается бурное храмостроительство. И храмостроительство, оно имеет место по сегодняшний день. Мы будем говорить все-таки, как жители России, больше о том, что у нас. И представить себе нашу православную веру без храма, ну где-то даже достаточно сложно. Это, кстати, в отличие от протестантизма, который не связан с храмом. Он связан с Библией, с книгой. Невозможно себе представить протестанта без книги. Невозможно себе представить православного без храма. Хотя Христос не дал ни того, ни другого. Христос не дал книги, сам ничего не написал. Апостолы большинство тоже ничего не писали. Писали мало. Книга появляется со временем. Христос не сказал, я дам вам книгу. Он сказал, я создам церковь. Не храм, а церковь. Сообщество верных. Таким образом, и книга, и храм, являются вторичным даром, который Господь дает своей церкви. Сам Господь создал церковь. И в день, когда родилась церковь, это день Святой Пьесятницы, сошел Святой Дух на апостолов. Не было построено храма. Не появилась книга. А Дух Святой сошел на апостолов. И появилась живая община. И в этой общине, которую мы теперь уже привычным нам словом именуем церковью, рождается книга, и в ней же рождается храм. Православие приемлет и основывается, безусловно, на книге, которая возникла в церкви. То есть не книга создала церковь, а в церкви возникла эта книга. И так же православие воспринимает храм. Не храм произвел нашу веру, а наша вера сотворила храм. Поскольку у нас сейчас беседа не о книге, а о храме, то храм, его можно рассмотреть как действие литургического творчества церкви в Духе Святом. Таким же образом и Библия. Тоже чадо церковное, и даже не только ученики из 12, а из не 12 тоже, они в Духе Святом пишут книгу. Но и храм тоже создается в Духе Святом. Храм как место особого пребывания Божия. Можно указать на три таких места. Первое – молитва «Очи наш». «Очи наш, и же еси на небесях». «Отец наш, который есть на небе». Ну или в русском переводе «Очи наш, сущий на небесах». Вопрос. Это чего ради, это почему еще? Бог вездесущий. Что значит «на небе»? А на земле что, нет Бога? Разве Бог сотворил небо, а не землю тоже? Разве первая строчка Библии – это не «вначале сотворил Бог небо и землю»? Да и вообще мы не знаем все миры, которые существуют, и вообще все, Бог вездесущий. А небо – это уже некое ограничение. Это уже некое место пребывания. Да. Таким образом, небо, имеется в виду не атмосфера, и даже не то небо, которое изучает астрономия, небо, как духовный мир. Вот об усопшем мы, когда вспоминаем, говорим «Царствие ему небесное». Речь идет не об атмосфере и не о космосе. Царствие ему небесное. То есть, есть некий духовный мир, и этот духовный мир – есть место особого пребывания Божия. Второе – это человек. А что, в дереве, в камне, в воде нет Бога? Есть. Есть даже такое незаписанное изречение Иисуса, так называемые аграфы. Господь говорит «подни камень, подними камень, и ты найдешь меня. Раскали дерево, и я дам». Бог во всем. А человек? Человек – венец творения. Да, есть дерево, есть камень, но есть человек. И человек сотворен по образу и подобию Божию. Все-таки ни дерево, ни камень. И таким образом, хотя Бог пребывает во всем мироздании, но человек – место особого пребывания Божия. Итак, мы нашли второе место пребывания Бога. Особого – это человек. Мы имеем ум Христов. Наши должны быть те же самые чувствования, что во Христе Иисусе. Вы – храм Духа Святаго, живущего в вас. Вот небо и человек. И есть третье место особого пребывания Божия – гора Сион. Можно привести целый ряд, даже множество текстов, слов псалмопевцев, псалтири, где Господь говорит, что это место его пребывания. А что, на Эльбрусе, на Белухе, на других, там нет Бога? Да, конечно, есть. Но есть места особого пребывания Божия. Господь крестился в реке Ордан, и это святая река. А что, Енисей, Амур – там нет Бога? Есть. Но все-таки, когда освящается вода при крещении, будь то Енисея или Амур, то произносятся слова «И благодать Орданова да низведется на тебя». То есть, есть места особого пребывания Божия. Святая земля. На всей земле Бог. Но есть места особого пребывания Божия. И так возникает то место, о котором Христос говорит, «Двое или трое будет собраны во имя Мое, там Я посреди них». Смотрите, пространственные слова «где» и «там». «Двое или трое собраны во имя Христа», «где» и «там Я посреди них» – это и есть храм. Потому что в данном случае и идет речь о высочайшем моменте вот этого церковного единения двух или трех – это Евхаристия. или Тайная вечеря, или Преломление хлеба, или Литургия – это уже все исторические возникшие наименования этого события. Таким образом, когда двое или трое собраны и совершают величайшие христианской веры, таинства, когда хлеб и вино становятся телом и кровью Христа, и едущий хлеб мой, который есть плоть моя и пиющий кровь мою, тот будет во мне и я в нем, и я воскрешу его в последний день, вот это место, оно становится особым местом присутствия Божия. Это может быть пень на полянке в лесу, это может быть пещера в горах, это могут быть римские катакомбы, вообще-то усыпальные места, где собирались римские христиане, это может быть все, что угодно. Но когда христианин получает возможность свободную, творческую, то он эти места делает благообразными, и он созидает некое место, которое получило название храм, то есть место особого пребывания Божия. Вот город Абакам. Бог везде, Бог на каждой его улице, Бог в каждом его доме. И тем не менее, есть соборная площадь, где есть кафедральный собор, по улице Пушкина два храма. Есть близ берега реки Абакан наш старинный храм Никольский и другие. И это места особого присутствия Божия. И даже в глухие атеистические годы, атеисты, когда заходили в храм, они не просто видели нечто не совсем привычное для себя, они ощущали, что они попадают в область, они еще не умели это сказать словами, какую и куда, в область присутствия Божия, в область особого присутствия Божия, Бога, который присутствует везде и всюду и принимает поклонение везде и всюду, но который имеет места особого присутствия. Вот так небо, человек и храм – это три места особого присутствия Божия. И вот эти места христианин, вдохновляемый Святым Духом, он обустраивает особым образом. Поэтому храм еще называют богословие в камне. Это место особого присутствия Божия. Это не просто здание приспособленное и удобное для каких-то действий, чтобы там могли собраться люди, чтобы там можно было произнести проповедь, чтобы ее было слышно, чтобы там можно было петь, в конце концов, чтобы там можно было совершить какие-то священодействия. Прагматически удобное место, оно вовсе бы не требовало того, что мы привыкли называть храмом. То, что мы привыкли называть храмом, это богословие в камне. Это слезы Христа, которые капают с неба на землю. И здесь застывают в камне. Это Божий храм. Ну, а подробнее о его устроении, этого святого места, божественного присутствия, поговорим уже в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова